Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Есть вопросик. Доклад регионального министра ЖКХ едва не вызвал дискуссию с прокуратурой. Избили, облили, подожгли. Рязанские следователи раскрыли преступления по горячим следам. Медведи, сладкоежки, бизон, аскар и тигрята Крым и Ялта. В Рязани представили новое грандиозное шоу «Пять континентов». Доклад министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрия Устинова на правительстве вызвал несколько вопросов у прокуратуры. Недоумение у надзорного ведомства вызвал некоторый порядок цифр по паспортам готовности. Отопительный сезон Рязанская область завершила вроде как вполне сносно. Были созданы материально-технические резервы и температурный режим стал объектом неусыпного контроля Минтека. Вот только цифры по аварийным отключениям электричества и холодной воды выше предыдущего периода, пусть и сокращением времени ремонта. Видимо и поэтому тоже бюджет отопительного сезона этого года будет больше. Общий объем финансирования запланированных субъектов МИТЭК и электроэнергетики региона в текущем году мероприятий в рамках инвестиционных и производственных программ составляет почти 5 миллиардов рублей. В прошлом году из 29 муниципальных образований паспорт готовности получен 25. Получение муниципального образования паспортов готовности это основная задача на текущий период. И вот как раз отсутствие паспортов готовности или несвоевременность их получения очень заинтересовала областную прокуратуру. Были заданы уточняющие вопросы. Так в этом году риски, я так понял, 4 муниципалитета отработали, а в этом году будут риски по другим муниципалитетам по неполучению паспортов готовности. Мы сейчас садимся с Росток надзором совместно за мероприятия, за эти вот первые встречи. Большая просьба нас тогда заведомо уведомить, если такие риски будут. Принимается. И второй вопрос, вот, Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, у нас всего 2,5% организаций коммунального комплекса имеют инвестиционные программы. Вот в этой области политика министерства мы планируем увеличивать и что для этого делается, если планируем увеличивать? Мы в конце прошлого года, в начале этого года просмотрели все схемы водоснабжения и теплоснабжения организаций. Сейчас работаем с муниципалитетами и с теми предприятиями, которые эти программы должны формировать. Конечно, это отражается на тарифном решении, но такие программы будут формироваться. Вопрос от надзорного ведомства про инвестиции был не случайен. Производственные и инвестиционные программы нужны для обоснования затрат и установления тарифов на услуги. В законе, к слову, не закреплено прямой обязанности это делать, но без этих документов тарифы могут расти бесконтрольно. Ну, то есть существует определенный потолок, выше которого загнуть цены нельзя, но поманипулировать ими в течение отопительного сезона вполне себе. В летний период основные правила безопасности стоит напоминать не только детям. Сотрудники Росгвардии обратились к тем рязанцам, у кого есть оружие, и озвучили своеобразную памятку. В зависимости от того, как человек проведет летний отдых, рекомендации по хранению оружия могут различаться. Например, решили вы его оставить дома? Тогда совет прост. Если владелец оружия не берет его с собой в отпуск или в командировку, достаточно просто поместить его в сейф, закрыть его, а ключи взять с собой, чтобы у других лиц не было доступа к этому оружию. Сам же сейф сотрудники Росгвардии рекомендуют прикрепить к стене или к полу, чтобы его не похитили вместе со всем оружием внутри. Если же человек неожиданно решил взять оружие с собой на отдых, то памятка будет совсем другой. Для начала нужно уяснить, что перевозить его можно только в чехлах, кобурах или футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. При этом само оружие при транспортировке должно быть разряжено и лежать отдельно от патронов. И да, его запрещено оставлять в припаркованном на стоянке авто. Если человек останавливается на ночь в гостиничном комплексе, рекомендуется воспользоваться услугой личный сейф. Если такая услуга не предоставляется, рекомендуется хранить оружие непосредственно при себе. Есть и наказания. Например, за нарушение правил хранения или ношения оружия и боеприпасов грозит административная сатья. В таком случае штраф от 500 до 2000 рублей. За нарушение правил перевозки и транспортировки от 1000 до 1500. 22 мая в Рязани обнаружили сгоревший автомобиль. Внутри машины находилось тело мужчины с признаками насильственной смерти. Дело раскрыли по горячим следам. Наша главная цель должна была быть, по которой мы до этого, главное, мы все договаривались, по главной цели найти ключи и поехать в квартиру, главное, за деньгами. А цели этой обвиняемые попытались добиться нетривиальным способом. Как удалось установить следователем, потерпевший владелец одного из рязанских кафе. Как раз под предлогом заказа еды трое его соотечественников и выманили его в отдаленный район города, на станцию Лесок. Там на мужчину и напали. Избили черенком от топора. Как только я вышел, я увидел то, что лежит на спине, сгруппировавшись, руками защищая себя, бьет его через дом по рукам, по животу, по лицу пытается бить его, а защищается. Как рассказали следователи, мужчину еще и обокрали. Забрали телефоны на ручные часы, а от тела решили избавиться. После этого, с целью сокрытия преступления, старший из обвиняемых поместил тело потерявшего сознания потерпевшего в его автомобиль, облил бензином и поджег. Тело потерпевшего было обнаружено в тот же день. Преступление раскрыто по горячим следам. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Задержали их сотрудники УГРО уже через несколько дней, при силовой поддержке бойцов СОБРа. Сейчас обвиняемые под стражей. Им предъявлено обвинение в разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия. Самому старшему и строицу предъявили также обвинение в убийстве соотечественника, совершенном с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления. В Рязани полицейские задержали трех местных жителей, которые занимались бытом метадона. Как стало известно полицейским, злоумышленники работали сразу на два нелегальных магазина. Улица Советской Армии, Горького. Точки для закладок дилеры выбирают спонтанно, говорят полицейские. На этот раз им удалось узнать, что сбытом наркотиков занималась местная парочка. 38-летний мужчина и его 34-летняя сожительница. Примечательно, что оба раньше были судимы, естественно, за наркотики. Теперь вот взялись за старое, говорят полицейские. Перед началом обследования данной квартиры вам задается вопрос, имеется в квартире что-либо запрещено? Оружие, наркотики, боеприпасы. Если имеется, что и где? Имеется. Что имеется? Метадон. Метадона этого в квартире 68 граммов. Это подтверждают эксперты. Здесь же упаковочные материалы и электронные весы. Особое внимание небольшой тетрадке, в которую сожители записывали все сведения о сбытии. Судя по ним, кстати, таких закладок в день делали с десяток в разных районах. Предварительно установлено, что сожители, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков, недавно устроились с закладчиками сразу в два нелегальных магазина из теневого сегмента сети интернет. Они получали оптовые партии метадона и по частям распространяли его через закладки. Чтобы увеличить объем избыта и размер получаемой прибыли, злоумышленники привлекли к криминальному занятию свою 43-летнюю подругу, также судимую за аналогичные преступления. Оперативники разыскали и задержали сообщницу. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время расследование продолжается. На редкость результативным получился очередной футбольный матч переходного турнира второй лиги между Рязанью и Владивостокским «Динамо». Все вопросы рязанцы могли решить еще в первом тайме, но с реализацией у подопечных Дмитрия Сережкина проблемы все еще остаются. Заключительный условно-домашний матч с Владивостокским «Динамо» начался для Рязани с подарка от защитников «Белоголубых» и Муслин Бомадгиреев на классе разобрался с голкипером гостей 1-0. Дальневосточники огрызались и даже забили в ответ, но из положения вне игры. А вот на 42-й минуте Денис Семин мог удвоить преимущество рязанцев, но мяч после его удара всколыхнул сетку с внешней стороны. Второй тайм хозяева снова начали без разведки и, ворвавшийся в штрафную Егор Аксенов, снова мог огорчить гостей, но голкипер отразил удар «Не забиваешь ты, забьют тебе». На 53-й минуте после наброса в штрафную Павел Поляков махнул мимо мяча и лучший бомбардир Приморцев Алексей Баев пробил точно в створ. А спустя 10 минут он же вывел «Динамо» вперед, сыграв головой на опережение. Сравняли счет рязанцы на 80-й минуте. Никита Погребнев сыграл нестандартно и кивком головы отправил мяч в угол ворот. В итоге 2-2, ничья, которая не устроила никого, поэтому тренеры после матча были немногословны. 2-2, два разных тайма. Быстро гол повлиял. Ребятам сказал, что дисциплина и реализация моментов – это самое гол. 2-2, еще хорошо, что 2-2 было. После первого тайма мы должны были вести спокойно 3-0, доводить дело до победы. Ну, реализация у нас хромает, столько моментов не использовать. Ничья особо на движение в турнирной таблице не повлияла. Остался последний тур и упасть ниже 9-го места Рязань уже не сможет. А вот подняться на одну строчку выше – вполне. Премьера нового циркового шоу от продюсерского центра Гии Радзе совместно с Росгосцирком. Называется «Пять континентов». В Рязани стартует с 10 июня. Красочные костюмы, удивительные животные, световое и музыкальное шоу ждет горожан до 16 июля в цирке. Шоу «Пять континентов» – беспрецедентный проект. Незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры. Рязанскому зрителю уже знакомо творчество короля Манеж. И сейчас продюсерский центр Гии Радзе совместно с компанией Росгосцирк представляют абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных зрелищных номеров и аттракционов. Конва спектакля – это путешествие по пяти континентам. На одном манеже Гии Радзе удалось собрать все части великих цивилизаций мира. Подробнее о том, что же привез Гии Радзе и Росгосцирк в Рязань, рассказали на пресс-конференции ведущие артисты проекта. Как начинаются репетиции, мы приходим на манеж с маленькими медведями и просто с ними играем, как с детьми на детской площадке. И подмечая их способности, кто-то кувыкнулся, кто-то прыгнул, кто-то еще что-то, мы развиваем эти способности с помощью поощрений. Это сладости, медведи, большие сладкоежки, они… И название, в принципе, произошло от этого – «Ведает мед медведь». И за мед, за сгущенку, за сладости, за печенье, они готовы еще два часа там плясать. Их порой еще с манежа не уведешь, потому что потенциал трюков огромный. И если мы, допустим, сделаем когда-нибудь именно медвежье шоу, ну, я думаю, часа на три получится. Медведи, конечно, любимцы публики. В шоу «Пять континентов» зрители познакомятся с невероятным количеством животных. Лошади различных массей, канадские бизоны, величественные верблюды, матерые медведи, черные пантеры, большие тигры и грациозные леопарды. Меня очень часто спрашивают, как вы вообще, Наталья, выбрали эту профессию. Я очень часто на это отвечаю. Это не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Это моя жизнь. Наши репетиции проходят каждый день по два раза в день. Вот сейчас, в данный момент, открою вам небольшую такую тайну, что ко мне в этот город, именно в Рязань, 28 мая, прибыли маленькие-маленькие подопечные тигрята из Ялты. Очень часто спрашивают, как вы их называете. Мы их назвали Крым и Ялт. Рязанской публике представят невероятные трюки воздушных гимнастов в постановке настоящего подводного мира. Вода и воздух на манеже цирка сплетутся воедино. Акробаты на дорожке покажут настоящий парад стран, демонстрируя единство и празднуя равенство. В образе невесты утонченная эквилибристка на зеркальном шаре продемонстрирует чарующее владение обручами. А пара силовых акробатов с немыслимыми трюками заставят сердца замереть. Коллектив является рекордсменом по количеству наград у артистов. Создатель шоу «Пять континентов» заслуженный артист России Гия Эрадзе. Обладатель множества высших наград, как российских, европейских, так и мировых цирковых фестивалей и конкурсов. Обладатель самой престижной цирковой награды мира – «Золотого клоуна». Обладает заветной статуэткой и Рустам Газаев, который в программе представит аттракцион с бизонами. Любить, жить с ними. Я взял Оскар, который самый большой сейчас, который под тонну весит. Он был месячный. Я его с машины вот так на руках достал и жил с ними. Я жил с ними где-то 8 или 10 месяцев, я уже не помню. Соской его кормил. У нас время ограничено, час на репетиции. С утра приходишь, здороваешься с ними, и уже все. По глазам видишь то, что они не в духе. Все, репетиция отменяется. Есть вот такие мелочи, когда нельзя, вот, тонкая грань, нельзя перейти эту границу. Конечно, артисты Росгофцирка раскрывать всех тайн не стали, приоткрыв лишь краешек завесы в мир волшебного путешествия по пяти континентам. Премьера состоится уже в ближайшую субботу, продлятся гастроли только до 16 июля. Поэтому позаботиться о билетах на уникальное представление стоит уже сейчас. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова